Эпидемиологи и сотрудники УВД продолжают рейды по самоизолированным. На этот раз в списке пятый микрорайон. Всего 40 адресов. Шинная и проспект строителей. В квартирах коронавирусные больные и контакты первого уровня. Здравствуйте. Центр гигиены, эпидемиологии и милиции. Проверяем самоизоляцию. Валентина Ивановна, вы дома? Скажите, контакты первого уровня с вами есть еще дома? Все дома находят? Хорошо. По какое число вы самоизоляция знаете? По 22. Хорошо, спасибо большое. Выздоравливайте. До свидания. Контактам первого уровня, напомним, относятся те, кто имел тесное общение с инфицированными за 4 дня до проявления симптомов COVID-19 у последних и в течение 10 после. Сам же термин «тесный контакт» подразумевает взаимодействие людей друг с другом в течение 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования маски. В таком случае заболевший и контакт подлежат обязательной самоизоляции. Срок – 10 дней. Люди имеют право посещать ближайший магазин, ближайшую аптеку, выносить мусор, выгуливать собраку 500 метров вокруг дома. Все он необходимо делать в маске и в перчатках. При нарушении правил самоизоляции предусмотрен штраф до 50 базовых величин. А это 1450 рублей, а также неполная оплата больничного листа. Могут наложить и административный арест, ведь речь идет о безопасности окружающих. Как показывает практика, нарушители есть, но это скорее исключение, нежели правило. Соблюдение, проверяем режим самоизоляции. Все вы дома. Кто у вас дома? Я и двое детей. Двое детей и фамилии. Врачи предупреждают, 85% носителей коронавируса переносят болезнь в легкой и средней форме. Симптомы могут и вовсе отсутствовать. Ни температуры, ни кашля, ни потери обоняния. Но если стало плохо, обязательно звонить по номеру 103. Вчера было два человека, вот мы приезжаем, состояние, наверное, ухудшилось, скажем так, и людей госпитализировали. Мы уточняем эти сведения и звоним, допустим. Или вот сегодня мы приедем, кого-нибудь не будет дома, дверь не откроют, мы будем связываться с этим человеком по телефону, устанавливать его местонахождение и уже в соответствии с этим принимать или не принимать какие-то меры. Десять адресов и ни одного нарушителя. Такая тенденция, признаются специалисты, не может не радовать. В борьбе с коронавирусом не должно быть компромисса. На кону здоровья. Хоть эпидситуация в стране и улучшается, уже в марте на фоне сезонного роста ОРИ может увеличиться заболеваемость COVID-19. От третьей и даже четвертой волны, отмечают медики, мир пока не застрахован. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.